К 80-летию со дня рождения Михаила Ульянова. Я говорю, что он был правдив и достоверен в любом качестве. Георгий, разреши отойти на Истринский рубеж. Отойти значит отступить, товарищ Рокоссовский. Нет, не шагу назад. Стоять на смерть! Михаил Александрович был рожден для этих ролей командиров, командующих, директоров. Олидвёру решил освободить Мелецкого от должности начальника генерального штаба и на его место назначить пас. Товарищ Сталин, я никогда не работал при штабах. Я всегда был в строю. Начальником генерального штаба быть не могу. Никто не представляет себе другого Жукова. Даже Жукова меньше держат, как говорят, за Жукова, чем Ильянова. Рокоссовского. Константин Константинович, ты долго думаешь топтаться перед снегирами? Поезжай-ка и разберись на месте, невзирая на лица. А потом доложи. На доброго. Все его роли, эти маршалы Жуковы, какие-то короли, императоры, и вообще его образ киношно-театральный, он никогда бы в жизни по нему не скажет, что папа был просто стеснительный, мягкий человек в жизни. Ну-ну, что ты, что ты, моя другая? Все будет хорошо, вот увидишь. Я всегда думал о нем человек на все времена. Он был человеком, который застал сталинскую эпоху и был там человеком. Он прошел всю вот эту вот коммунистическую требедень, понимаете, постсталинскую, и был там человеком. Он проехал все придурства перестройки и остался человеком. И ушел человеком. Потому что он был задуман и прожил свою жизнь как человек на все времена. Михаил Ульянов мог сыграть все. В каждую роль он вкладывал всего себя без остатка. Позже актер сам удивлялся, как ему удалось сыграть таких разных персонажей. С одной стороны, он Ленин, Сталин, маршал Жуков, Степан Разин, Ричард Третий. С другой, он же председатель Егор Трубников, мятежник Митя Карамазов, генерал Чернота и дед из Ворошиловского стрелка. Но всех их он считал актерской удачей. Ульянов везде одинаково достоверен. Ни в одной роли он не повторяется. Изобретите, пожалуйста, машину, посредством которой вот эти образы Жукова, Черноту, она могла бы соединить в единое человеческое существо. Вот это и будет Ульянов. Актер Михаил Ульянов был невероятно разноплановым. Но человек Михаил Ульянов удивительно последователен. В жизни Михаила Александровича были четыре главные женщины. Единственная супруга Алла Парфаньяк. Единственная сестра Маргарита. Единственная дочь Елена. И единственная внучка Лиза. Всю свою жизнь вне сцены Михаил Ульянов посвятил своим четырем женщинам. Каждая из которых стала для него единственной. Характер этот человек совсем другой. Так, что называется, налево-направо себя не разбрасывал никогда. Вот я знаю о том, что Михаил Александрович имеет родную сестру, которая живет в Омске, которая безумно похожа на Михаила Александровича. Похожа, наверное? Нет, похожа, потому что я помню фотографию. Многие, причем, вот я не нахожу этого, поскольку, может быть, потому что он мужчина, я женщина, в детстве побольше были похожи. Роль, ту, которую он исполнял в картине «Позови меня вдаль светлую», моего родного брата, у него это вот шло как по массу. Вообще, я хочу сказать, что с великими актерами очень легко работать. Сложное детство Миши Ульянова не предвещало великой актерской карьеры. Отец Александр Андреевич работал председателем сельхосартеля. Мать, Елизавета Михайловна, была домохозяйка. В семье двое детей – старший сын Миша и дочь Маргарита. Мама у нас же такая строгая была. Отец мягкий человек был, а мама построже, видимо, закалила ее вот такая вот жизнь в детстве. А это все очень читается в фотографиях его детства. Миша никогда не мечтал стать актером. Простому сибирскому пареньку люди актерской профессии казались просто иноземцами. Ведь в небольшом городке Тара Омской области и театра-то не было. Когда Миша Ульянову исполнилось 15, в Тару на гастроли приехал театр. Побывав на спектаклях, Миша решил попробовать. Было во время войны, еще когда учился он в школе. И как во всех школах были самодеятельности. Он там всегда читал какие-нибудь произведения, а я пела. Да ладно, что? Правда? Я верю. Вот. Я первый раз была на его первом спектакле. И сказала, я говорю, тебе надо это. А он говорит, да кто его знает, можете пригодиться. Вот были его слова. Он приехал из Омска, поступил в Щекинское училище в 46-м. И потом его сразу взяли в труппу. В 51-м. Амплуа Ульянова с правильным происхождением и правильной фамилией определилась сразу. Социальный герой. Достоверный, современный, сегодняшний. Не оставляет сомнения в том, что веришь ты ему или не веришь. Конечно веришь. Потому что с такой степенью затрат сложно врать. Он, как мне кажется, никогда этого не делал. Погружение в судьбу, в характер человека. В глубинное погружение и включение всей своей нервной системы в судьбу своего персонажа. Это высочайший уровень. Это вахтанговская школа. Граждане, а вы что висите, а? Заходите, заходите на площадку, пожалуйста, проходите. Михаил Ульянов воплощение настоящего мужчины. И у многих женщин он ассоциировался с мужьями, так и не вернувшимися с фронта. Жизнь Ульянова на сцене и в кино была насыщенной и блистательной. Но личная жизнь актера в тени. Жена красавица Алла Парфаняк известна по звездной киноленте «Небесный тихоход». Простите, товарищ командир. Командиру полка направо? Я от газеты. Я думала, вы ас. А вы от вас? Мама тогда была очень легендарной женщиной. В то время красоткой поразительной совершенно. Знала себе цену. Мама всегда была очень сильной характер, властной. Представляем, какое она производит впечатление на... окружающих. Естественно, этим пользовалась. Ну и, в общем, так все сходилось, что они должны были пожениться с Михаилом Александровичем. Но это произошло не вдруг, не сразу. Алла Петровна выбирала. Вместе с Аллой Парфаняк Ульянов прожил до конца жизни. Почти 50 лет. «Миша, Миша, 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 Миша. Субтитры создавал DimaTorzok